Всем привет! Вот он долгожданный многими обзор на процессор i7-7820X. Я не буду вдаваться в теорию про новый кэш, техпроцесс и прочее, об этом много говорят и пишут другие блогеры. А я знаю, что вам важнее реальная работа и самое главное мое честное мнение и тестирование. Для более наглядного понимания результатов тестирования этого процессора я одновременно приведу результаты тестирования моего старого компьютера с процессором i7-5820K. Не совсем корректно их сравнивать из-за разного количества ядер, но таким образом вы сможете понять есть ли смысл убрать 8 ядерник 78020X, если можно ограничиться и процессором 7800X из новой линейки. Особенно учитывая тот факт, что разница в цене почти в два раза. В анбоксинге этого процессора я сказал, что качество изготовления процессорной теплосъемной крышки ужасное. Грубая обработка и неровность крышки сразу бросаются в глаза. Так вот, даже после обильного крестового носения термопастой, она все равно неравномерно распределилась по процессорной крышке. Непосредственно перед тем, как показать результаты тестирования, я расскажу о тестовом стенде. Для этого тестирования специально сделал открытый тестовый стенд, чтобы в будущем от некоторых зрителей не поступало недоумений касательно результатов по температурам. Никакого дополнительного обдува во время тестирования не применялось. Для получения максимального результата при разгоне, я сделал отдельные жидкостные контуры для процессора и видеокарты. Сама система охлаждения процессора состоит из двух больших радиаторов помимо помпы и водоблока, который кстати я специально купил для этого тестирования, так как по многим тестам он является лучшим водоблоком на данный момент. Начнем с энергопотребления. Данные значения я снимал с помощью утилиты PowerShoot моего беспоребойника APSIC, к которому был подключен только блок питания компьютера. Из диаграммы вы видите, что по сути энергопотребление одинаково на одинаковых частотах, так что если кто-то переживал, что ему придется менять блок питания, может уже об этом не беспокоиться. Следующее тестирование – это тепловыделение. По заявлению авторитетного блогера, леника Skylake X на его памяти имеет самый высокий TDP. А проблема заключается в диком нагреве VRM зоны абсолютно у всех материнских плат для этих процессоров. Отчасти это вызвано большим энергопотреблением самих многоядерников. В среднем TDP для Skylake X будет около 145 ватт, и такого по-моему на моей памяти еще не было. Что не является действительностью. Так, те же процессоры семейства Haswell и E тоже имеют 140 ватт, но из диаграммы видно, что сами температуры процессора очень отличаются. И у меня из этому целых два объяснения. Первое – это уменьшение техпроцесса с 22 нм до 14, из-за чего все стало компактнее, а значит и расстояние между полупроводниками стало меньше, а соответственно нагрев каждого из них влияет друг на друга еще больше. А второе объяснение более банальное – это неправильные показания встроенных датчиков в процессор. Дело в том, что во время тестирования утилита мониторинга параметров от Gigabyte показывала температуру процессора в простое в районе 16-18 градусов. В то же время утилита HW Monitor показывала температуру в районе 20-21 градуса, что тоже не может быть правдой, так как постоянная комнатная температура была в районе 25-27 градусов, а температура жидкости системы охлаждения процессора на выходе процессорного водоблока показывала температуру 29 градусов. Причина этому скорее всего некорректный работающий микрокод процессора или биос материнской платы, хотя сам биос я обновил до самой последней версии. В любом случае я не могу доверять данным результатам и через месяц перепроверю их на другой материнской плате. Теперь поговорим про разгон. Как вы уже могли понять, процессор взял частоту 4,8 ГГц, но это все только благодаря серьезной системе охлаждения. Так что если вы хотите использовать данный процессор, а тем более его разгонять, то вы можете забыть про радиаторы и заводские водянки, только серьезное жидкостное СО с большими радиаторами. На данной частоте процессор ведет себя стабильно, то есть он проходит стресс-тесты и процессорные тесты с фоксовкой нагрузкой, а добиться этого было достаточно легко, предносительно небольшом повышении напряжения до 1,27 В. А вот частоту в 4,9 ГГц процессор не смог взять. При работе на этой частоте происходил троттлинг, который доходил в некоторых моментах до 10%, не помогло даже повышение напряжения до 1,41 В. При этом напряжение температуры процессор под нагрузкой вырастало до 90 градусов, а сама частота процессора была нестабильной и то и дело, что или падала до 4 ГГц или повышалась до 5,3 ГГц. Наверное в большей степени это вина материнки, которая не держала стабильное напряжение, как и частоту шины. Перейдем к тестам производительности и начнем с игр. По результатам тестирования вы видите, что прирост производительности минимальный, а иногда он даже в пределах погрешности, а все дело в том, что для игр хватает производительности и старых процессоров. В одном из основных процессорных тестов Cinebench мы видим достаточно приличную разницу в результатах тестирования, также это касается и результатов разогнанного и неразогнанного процессора. Следующие тесты это тесты в утилите AIDA64 и здесь тоже значительный перевес в сторону нового процессора, но если честно, то для меня как и для вас все эти цифры не особо что-то показывают. Для меня важнее рендер видео. Кстати, Жека с канала PC Life утверждает, что процессоры не участвуют в рендеринге видео, это делают видеокарты и тем более нет смысла в разгоне процессоров для рендеринга. Но вот мое тестирование показывает обратное, рендер одного и того же ролика длится разное время. Это все что я хотел сказать касательно тестирования, а в заключение озвучу следующие выводы. Благодаря процессорам Skylake X многоядерность стала доступнее и наверное больше в этом заслуга AMD, чем самой Intel, так как только благодаря появившейся в последних полгода ощутимой конкуренции со стороны AMD, Intel зашевелилась. Но в это же время профит от этой многоядерности получит только те, кто использует компьютер не только для игр, но и для серьезных вычислений. Ну или те, кто хотят получить профит от новой платформы в виде нативной поддержки двух-трех SSD M.2 или высокочастотной памяти, которых не было в логике X99.